Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Сформирована новая модель стратегического партнерства Беларуси-Китая. В чем она заключается? Здравствуйте. Действительно, в сентябре прошлого года в Самарканде стал для нас очень важным историческим моментом, когда наш президент Республики Беларусь Александр Игоревич Юклашенко вместе с председателем Китайской Народной Республики приняли решение о повышении наших отношений до уровня всепогодного партнерства. Такой уровень отношений есть только у Пакистана на сегодняшний день с Китаем. Республика Беларусь – это страна вторая, которая пришла к такому уровню отношений, и мы очень гордимся таким двухсторонним доверием отношений, которые сложились между нашими странами. Это дало серьезный толчок во всех сферах. Гомель посещала делегации из Китая, специалисты интересовались рапсовым маслом, причем подчеркивается, что на китайском рынке этого товара в целом достаточно. Но выбор делают все-таки на белорусском. С чем это связано? Это все-таки качество наше или уровень дипломатии, о котором вы говорите? Рапсовое масло как для Республики Беларусь, так и для Китая белорусское рапсовое масло – это уже не новинка. То, что приехали новые покупатели, новые страны, регионы, побратимы нашей страны – это шаг вперед, это глубокая работа наших регуляторов, наших предприятий. Конечно же, это работа, как вы сказали, дипломатии. Это комплексная работа, которая приводит к тому, что мы наращиваем новые виды товаров для китайского рынка, который успешно там реализовывается. Рапсовое масло сегодня находится в топе продуктов, товаров, которые сегодня дают нам экспортную выручку. Фактор пандемии, который оказал существенное влияние, в том числе и на гуманитарное сотрудничество, как на данный момент обстоят дела с туризмом? До пандемийный период наша страна, Республика Беларусь, находилась в топе стран европейских, куда китайские туристы с большим удовольствием посещали посмотреть достопримечательности, попробовать прекрасную еду, прекрасные продукты питания, получить так или иначе оздоровление за счет чистой воды, прекрасного воздуха и прекрасной обстановки. Если брать в целом страну Китай, то Китай в допандемийное время на все страны мира потратил именно на зарубежный туризм около 200 миллиардов долларов США. То есть Китай сегодня с удовольствием большим посещает многие страны мира. И, как я сказал, в допандемийное время мы были тому не исключением. По прогнозу аналитиков в 2025-2030 году планируется, что Китай уже будет тратить более 600 миллиардов, то есть в три раза больше 600 миллиардов долларов США. Это достаточно большая сумма. Она говорит о том, что Китай все больше и больше стремится увидеть мир, посетить многие страны. Ну а мы, как всепогодный, всесторонний стратегический партнер, здесь страна наиболее интересная, я убежден, для китайских туристов. И наши туристические компании, наши регуляторы, Министерство спорта и туризма, другие заинтересованные, Министерство культуры, Министерство здравоохранения, сегодня готовят соответствующие планы совместные по выработке соответствующих маршрутов с китайскими партнерами, которые, я сегодня убежден, будут очень серьезно востребованы как в направлении Республики Беларусь, так и в сторону Китайской Народной Республики.